Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы с вами обсудим критерии оценивания стихотворений. Это будет такая немного спонтанная лекция, поскольку, ну, на самом деле я её не подготовил. А я совершенно не собирался её делать и совершенно не собирался ничего готовить, это будет импровизация. Но, правда, импровизация с некоторыми пунктами, которые я всё-таки решил набросать заранее, чтобы, ну, в общем-то, было на что опираться во время лекции этой... Да, собственно, эта лекция нам нужна для того, чтобы определить, как отличить хорошее стихотворение от плохого. Для этого я предлагаю несколько критерий. Притом, всем критериям сразу соответствовать не обязательно. Ну, по крайней мере, потому что это практически невозможно. Ни один поэт, даже классик, не умудрился соответствовать всем критериям из ниже перечисленных сразу. Но соответствовать некоторым, это уже показатель некоторого уровня всё-таки. Начнём. Уникальность. Уникальность, на мой взгляд, это самый главный критерий для любого творчества. Ну, творчество, в котором нет ничего уникального, зачем оно, собственно, нужно? Может ли оно называться творчеством? По-моему, нет. Если мы создаём какую-то композицию, и она не уникальна, она является плагиатом какого-то другого музыканта, это нехорошо. Ну, то есть, все люди, наверное, это понимают. То же самое и в поэзии. Если произведение не имеет ничего уникального, значит, это произведение, которое не должно быть, так скажем, признано передовыми литераторами в том числе. Вот. Какого рода может быть уникальность? Это может быть уникальность темы, уникальность жанра, уникальность раскрытия, уникальность техники, уникальность риторики, уникальность философской идеи, или уникальность выражаемой эмоции или спектра эмоций. Да. Да-да-да. Хоть одна из этих уникальностей, ну, всё-таки должна быть. Что такое тема? Тема – это, ну, собственно, то, о чём написано стихотворение. Например, стихотворение написано у, не знаю, эмансипации женщин. Тема не уникальная, к сожалению, и, скорее всего, такое стихотворение, ну, оно не будет соответствовать уникальности по параметру темы. А также есть жанры. Бывают уникальные жанры, бывают жанры довольно-таки банальные. Ну, в литературе здесь проще, потому что жанры известны всем читателям, ну, например, фэнтези. Фэнтези – довольно банальный жанр, и человек, который пишет в нём, соответствуя всем клише и критериям вот этим фэнтезийным, он пишет не уникально тоже. А в стихах абсолютно то же самое. Романтики, романтизм, например, как жанр, по-моему, он уже давно изжил себя, и человек, который не добавляет ничего нового в романтизм, в рамке вот этого жанровой уникальности он нулевой. А, но в любом случае, понимаете, у нас есть несколько критериев уникальности, хоть одному нужно соответствовать. И это бы уже было бы, уже хорошо, уже для поэта это хорошо. Человек что-то новое придумал, что-то новое нам привнёс, и поэтому он хорош. Вот так мы оцениваем, поэтому уникальность у меня лично стоит на первом месте. А, да, уникальность техники бывает, всё может быть плохо, там даже непоследовательный текст. Но при этом техника такая, такая сложная, такая уникальная, такая вот впервые в жизни, в истории человечества встречающаяся, что, да, это хорошее стихотворение. Это может быть призвано хорошим стихотворением просто из-за того, что техника уникальна. То же самое с риторикой. А, в качестве примера таких вот уникальных риторических построений я обычно беру стихотворение Маяковского. Маяковский очень любил различные риторические фигуры, которые при этом, ну, были действительно уникальны, он что-то новое придумал там. Это хорошо, это правильно. Философские идеи. Уникальные философские идеи в стихах встречаются очень редко, к сожалению. Ну, например, у того же Гёте Фаусте они есть. А сам Фауст довольно-таки интересный мыслитель, и, возможно, отчасти он отражает самого Гёте. А Мефистофель это просто возвеличенный в абсолют нигилист. Таких людей, по-моему, даже и не было, особенно во времена Гёте их ещё не было. А Мефистофель просто совершенен с точки зрения философского нигилизма. А других таких представителей нигилизма я лично не встречал, хотя у меня, собственно, кандидатская степень по философии. Ну, вот, это уже многое значит. Это значит очень интересные персонажи с философскими своими идеями. В поэзии причём, причём и видов поэзии. И это интересно, и это важно. То, что уникально, то интересно читать. Вот, то, что уникально, я никогда не видел. Поэтому я проявляю интерес. То же самое с эмоциями. Ну, вот, любовь. Любовь постоянно одна везде. Любовь, любовь, любовь. Грусть, грусть, грусть. Там парень кого-то бросил, парень с кем-то не встречается, или девушка с кем-то не встречается. Это вся любовь не признает. Это всё не уникально, это не интересно. И таких стихотворений миллионы. И они почти все одинаковые. А если ещё нет какой-то иной уникальности, уникальности техники, риторики, философской идеи, ну, в стихах про любовь её обычно и нет. Если нет техники хорошей, раскрытия нет. Если жанр банальный, тема выбрана, ну, про любовь тема, конечно. Какой плюс у этого стихотворения? Зачем мне читать стихотворение, если в нём нет совершенно ничего уникального? Притом, вы понимаете, по-моему, надо очень сильно постараться, чтобы в твоём стихотворении не было ничего уникального. Но люди с этим справляются, и почему-то они штампуют одинаковые работы, у которых нет ничего. Ничего, что заслуживает, собственно, в общем-то, продвижения вот этого вот стихотворения и оценки позитивной. К сожалению. В том числе все современные поэты, которых я знаю, у них ни один из этих пунктов не соответствует, в общем-то, действительности. То есть у них нет уникальных работ. И это печально. Это, честно говоря, очень печально. Потому что даже у классиков, классики всё-таки, хоть и были довольно-таки сдержады, скованы даже некоторыми классическими догмами, так скажем. Но всё равно они умудрялись то в технике выделиться, то риторические фигуры новые какие-то интересные показать. Иногда рифмы новые даже придумать. Или раскрытие сделать уникальное, которое впервые встречается. Ну вот иногда бывало, да. Ну почему нет? Современные, известные поэты такой ерундой, к сожалению, не занимаются. А потом жалуются, что вот-вот плохой Шадов их унижает, обижает. Причём я их не унижаю. Я просто говорю то, что думаю. Вот они не соответствуют критерию уникальности, допустим. Но ладно, ладно. Что, что, что. Есть ещё и другие критерии. Опять же, второй критерий тоже связан с уникальностью, к сожалению, для современных поэтов. Уникальный авторский стиль. По-моему, это тоже очень важная вещь. Я вообще не представляю, как можно оценивать автора анонимно, например. Все мои стихи, например, так или иначе связаны друг с другом. Они связаны с определённым философским учением. Также они связаны с определёнными философскими и религиозными идеями. Разделить всё это, ну, значит, просто оценить один процентик, там, не знаю, одну сотую, одну тысячную даже моего творчества. Соприкоснуться с ним и, скорее всего, не получить никакого понимания от этого стихотворения, его необходимости и так далее. Уникальный авторский стиль позволяет нам узнавать автора. В общем-то, первый критерий внутри этого критерия, то есть подкритерий, это узнаваемость автора. Второй, применение определённых приёмов. Ну, то есть, у каждого автора имеется определённый... Уникального, интересного автора, у которого есть авторский стиль. Вот. У него есть определённый спектр приёмов, которые он использует. Иногда они расширяются, иногда их становится больше, меньше и так далее. Ну, то есть, этого автора можно узнать. Мы читаем тысячи стихов. И из тысячи мы сможем найти вот этого автора со своим уникальным авторским стилем. Вот. У него может быть уникальная авторская техника, например, которую придумал он сам. Этим очень любили баловаться, кстати, футуристы. И в этом смысле, вот они вот по этому критерию уникальности авторского стиля, уникальности авторской техники, вот чаще всего и выплывали. Что, кстати, неплохо. Особый подбор слов тоже у разных людей разный словарный запас. Мои стихотворения нередко можно узнать, например, по философской терминологии. Притом, не просто философской терминологии, а той философской терминологии, которая встречается в моем, в общем-то, учении. Если вы изучите мой паблик хорошо, поймёте, какие термины я чаще всего использую, вы будете без проблем отыскивать мои стихотворения через среди тысячи, миллиона, миллиарда. Вот. А также особый подбор тем и размышлений, ну, вот тоже характерно для авторского стиля. Ну, пример Маяковского можно узнать по прославлению Советского Союза. Хотя, наверное, всё-таки нет, нельзя, потому что все в то время прославляли Советский Союз. Да, ладно. Вот. Уникальный авторский стиль, по-моему, тоже важный критерий. Если уникального авторского стиля нет, ну, вы любители, скорее всего. К сожалению, большинство современных поэтов по этому критерию любители. И это тоже, к сожалению, так. Нет у людей авторского стиля уникального. Это печально. Неповторимость. Неповторяемость. Не знаю, как это можно выразить. Ну, то есть, это то. Вот вы выдали произведение искусства, и создать произведение искусства такого же уровня по какому-либо критерию не может больше никто. А произведение не обязательно должно быть неповторимым. Оно должно быть хотя бы уникальным для начала. Для начала хотя бы уникальным. Но если оно не уникальное, то оно может быть всё-таки неповторимым. Да, неповторимость это мастерство, так скажем. Это вот какая-нибудь скульптура. В таком уровне точности, в таком уровне детальности, который не может повторить никто. А в стихах это такой уровень техники. Такой уровень техники, который тоже никто не может повторить. Такое тоже редко встречается. Такое встречается нечасто. Серафима Ананасова, например, пыталась... Господи, это смешная история. Пыталась повторить ритм рэмбо. В общем, известный поэт, да. Причём она пыталась повторить ритм переведённого на русский рэмбо. И у неё не получилось, потому что она не умеет пользоваться обычным ритмом поэтическим. Это смешно. А, так вот. Вот видите, для Серафима Ананасовой даже это оказалось неповторимым. А вообще, уровень классиков, большинство классиков, очень даже повторяемый. То есть по этому критерию большинство классиков просто не проходят. То есть тоже. Поэтому, кстати, я не считаю в том числе этот критерий очень важным. Но если он присутствует, если у нас есть неповторимость техники, либо неповторимость риторики, либо неповторимость мыслительной деятельности, либо неповторимость творческих актов, которая относится к нам, кстати, первым двум пунктам, да. Так вот, если что-то из этого есть, это большой плюс для стихотворения. То есть редко встречается какое-нибудь произведение, которое невозможно повторить технически, либо риторически, либо повторить вот те же мыслительные акты. Но с творческими актами сложнее, потому что, когда мы пытаемся повторить творческие акты, получается некое противоречие. Ну, повторение тех же самых творческих актов, в общем-то, невозможно, потому что, да, мы будем копировать те творческие акты, которые сделал автор. А вот быть творцом непосредственно, в этом тоже есть некая неповторимость. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Техника, техника, техничность, параметр техничности очень-очень важен в поэзии. Правда, есть некоторые нюансы. Не обязательно стихотворение должно быть абсолютно технично. Есть и рлибры, между прочим. Да, есть жанры, есть стихотворения, которые как раз подразумевают холостые рифмы, рифмы, которые имеют довольно-таки спорные созвучия, например, и так далее, и так далее, и так далее. Можно писать без ритма, можно писать с ритмом, можно писать с уникальным каким-то ритмом. Все это довольно-таки сложно. Так, технические параметры у нас таковы. Рифма, ритм, звучание, стилистика, риторика, ну и правила языка. Все это, в принципе, в некоторых случаях нарушать возможно. Возможно. Но есть некоторые негласные правила. Например, относительно рифмы, все довольно-таки тоже просто. Нельзя рифмовать на однокоренные слова, ну потому что это крайне примитивно, и любой человек может рифмовать на однокоренное слово. Потому что это самое простое, что только может быть. Второе. Рифмы на глаголы в последнее время, ну тоже в последние несколько десятилетий, считаются... Мавитона. Нет, нехорошо рифмовать на глаголы. Такс. Что еще? Есть так называемые квадратные рифмы, которыми, кстати, это уже перешли на уровень классиков. Вот это все было уровень доклассиков, а теперь уровень классиков. Непосредственно. Каков же у нас уровень классиков? Это... В рифме. Именно в рифме, да. Уровень классиков у нас таков. Это квадратные так называемые рифмы, рифмы с одинаковыми похожими окончаниями. Здесь тоже все понятно. Эти рифмы довольно простые, и они очень часто встречаются. Но есть уровень повыше техники. Например, созвучие, причем уникальные созвучия, неповторимые созвучия, например, это очень хорошо. Есть разбиение, когда у нас есть одно большое слово, например, и оно разбивается на несколько таких маленьких, которые созвучны с элементами вот того слова, которое мы разбили. В общем, есть рифмы... Такими рифмами, кстати, классики все еще многие не пользовались, а некоторые пользовались все-таки, да. Тоже интересно. То есть, есть разные градации сложности рифмы. Есть разные градации сложности ритма непосредственно. Есть ямпы хорей, легко освоить их может любой. А есть трехсложные размеры. Немножко посложнее, но тоже допустимо. Пионы, пентоны есть. Пятисложные, четырехсложные размеры. Тоже изучайте, смотрите, как это делается. Это значительно сложнее, чем все, что было вот до этого. А в целом спектр возможных ритмических рисунков очень большой. Причем не обязательно придерживаться одного ритма на протяжении всего стихотворения. Ритм, в принципе, можно менять, потому что от ритма зависит звучание. И в разных частях стихотворения может быть, в принципе, разное звучание даже. Ну, это как бы композиция рисунка стихотворения. Это важно, это интересно, на это можно обращать внимание. Также, возможно, сбои в ритме. Это называется дольниками, да. Такими блок, кстати, пользовался. Ну, то есть в классике вот сбои в ритме представлены тоже очень широко и уже довольно давно используются. Вот. Относительно звучания. Также, может быть, какие-то преимущества у человека, который пишет стихотворение в звучании стихотворения. Может быть, часто повторяются какие-то буквы R или буквы O. Любые буквы, которые создают определенные звуки, определенное звучание стихотворения, они повторяются и создают тоже атмосферу. Это тоже один из критериев отбора. Это тоже показывает высокий уровень техничности. А также стилистика. Стилистика такая сложная вещь, с которой мало кто может справиться. Но если она на хорошем уровне, у Прозе это, конечно, у Набокова прекрасный уровень стилистики, например. Вот это тоже хорошо. Это плюс. Плюс. Я бы не стал за плохую среднюю такую обывательскую стилистику снижать. Но наличие стилистики такой высокой, хорошей, красивой или какой-то новой, уникальной, как, например, у Драгомощенко, за это следует ставить плюсы, безусловно. Техничность в том числе заключается в использовании риторических фигур. У каждой риторической фигуры есть своя техника использования. Например, сравнение. Мы, когда критиковали, в общем-то, поэтов современных, разбирали их сравнение. И сравнение должно быть сделано правильно. Что значит правильное сравнение? У нас есть некое как... У нас есть А как Б, например. Да. А как Б, и при этом А делает что-то как Б. И вот это вот что-то, что делает А, должно быть свойством Б. Причем таким свойством, которое невозможно отрицать, и которое является чуть ли не атрибутом данного предмета, предмета данной вещи, человека, не знаю. Не знаю. Был маленький, как Наполеон, например. Все знают, что Наполеон был маленького роста, и поэтому можно сказать, он был маленький, как Наполеон. Вот такое вот сравнение. Примитивное, простое. Но некоторые поэты умудряются ошибаться, даже в технике сравнений. Они умудряются делать так, что у них вот это вот А совершает действие, которое свойственно Б только частично. Например, не знаю, что бы вам сказать. Так, 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 так. Да я даже и не вспомню. Мне в голову не приходят плохие сравнения. Настолько плохие сравнения, как у Арчетов. Он входит в меня, как в Аид. Например. Например, плохого сравнения. Входит в меня, как в Аид. Да. То есть непонятно, почему в Аид все время входит, например. По-моему, заплывают туда все-таки. Но да ладно. Ну и правила русского языка, это как бы обычно тоже стандартная вещь. Нарушаться тоже, между прочим, могут. Но обычно нежелательно. Если вы с какими-нибудь пожилыми поэтами столкнетесь и будете показывать свои стихи, и там будут ошибки, они будут морщиться, будут очень-очень-очень плохо реагировать. Ну, неважно. Все это критерии технические. Технические критерии отчасти могут быть опущены. Это нормально. Систематичность. Кстати, тоже тот критерий, который может быть периодически, в общем-то, опущен, потому что не всякий стих требует систематичности. Но все-таки в большинстве случаев стихотворение, ну и, собственно, систематичность будет плюсом всегда. Всегда будет плюсом. Отсутствие систематичности может восприниматься плюсом, если это уникальный какой-то прием, уникальный авторский ход, а не просто какая-то шизофазия. Вот. Систематичность. А в чем дело? В чем? Каким может быть такое стихотворение? Хорошее, систематичное. Во-первых, в нем должна быть логика или последовательность. Человек не должен нарушать внутреннюю логику своего повествования и не должен отрываться от непосредственно своего стихотворения. Должно быть какое-то развитие внутри стихотворения. Автор не должен бросаться то от одного к другому, к третьему, к четвертому, пятому, шестому и так до бесконечности, пока, в общем-то, не придет к какому-то странному выводу и все это не связано. Вот это нарушение логики и последовательности. Во-вторых, должна быть некоторая связь разных частей предложения. То есть нарушать частей предложений нельзя. Это как раз нас относит к правилам языка, конечно, но в том числе и к критерию систематичности. Следующий критерий – единство всех элементов стихотворения. В том числе к логике относятся, конечно, но и в том числе надо учитывать, что наше стихотворение – это некая единая сущность, так скажем. Каждое стихотворение посвящено той или иной теме. Эта тема раскрывается в определенных терминах, словах, образах, метафорах. Если что-то выбивается из этого, если целые предложения выбиваются из повествования, если целые предложения впихиваются в текст просто для того, чтобы рифма там получилась, это все минусы. Это непосредственно минусы. Так, вот мы и прошлись по критериям оценивания, которые я нередко использую для рассмотрения стихов. Ну и давайте посмотрим, посмотрим, какие там у нас достижения у современных поэтов в этой области. Давайте честно просто рассмотрим, кто из современных поэтов выбирает уникальные темы. Стефания Данилова не выбирает у нее попса, феминизм, какие-то там стишочки про любовь, шиеса стал популярным в тренде, она сразу же побежала к шиесу. Очень популярная тема, ну в смысле очень популярная тема и очень не уникальная в этом смысле. Арчет тоже преимущественно стихи про любовь, секс и какую-то другую чушь, которая тоже интересна преимущественно подросткам. Не уникально, не интересно, скучно. Серафиму Ананасову, что у нас там? Любовь. Любовь, да, неразделенная любовь. Как обычно. Очень мрачная поэзия про неразделенную любовь. Ладно. Честно, из современных поэтов, из известных, я не знаю ни одного, ну, не знаю, Белгарева, например, что? Просто пропаганда тупая с телеком. Ну, отличный выбор темы, поздравляю. Уникальность сто процентов, конечно. Вот, продолжаем. Жанр. У кого из современных поэтов уникальный жанр? Ни у кого. Правильный ответ, да, ни у кого. Из современных, именно известных, да, поэтов? Нет. Ни у кого нет уникального жанра. Раскрытие у кого уникальное. Что такое раскрытие? Это когда тема, заявленная, раскрывается каким-то уникальным образом, интересным, небывалым ранее. Бывает такое у современных поэтов? Да, вроде нет. Тоже вроде нет. Техника. Техника, техника, техника. Что нового придумали современные поэты в технике? Да, ничего. Серафима Ананасова рифмует как рэперша, не знает ритма, но в этом ничего нового, собственно, нет. Да, рэперы уже давно все это использовали, а до рэперов шеи поэты некоторые использовали то, что используют рэперы. В общем-то, современные поэты, известные, не придумывают ничего нового в технике. Жалко, жалко, жалко. А что у нас с риторическими фигурами? Ну, если не считать грубые ошибки в сравнениях и в метафорах, то современные поэты тоже ничего не придумали. А с философскими идеями тоже очень плохо, потому что у этих людей обычно нет ни философского образования, ни каких-то мыслительных особых способностей, и они повторяют какие-то шаблоны. Феминизм, феминизм, лесбиянки, там, не знаю, за права геев боремся и все такое. Ну, уникальности здесь определенно нет. Это просто самое банальное, что можно придумать. Вот то они и пишут с точки зрения философской идеи. Там, добро, СССР, Гагарин. Ну, вот оно. Выражаемые эмоции, спектры эмоций у современных поэтов стандартные. Любовь, печаль, ностальгия какая-то, не знаю, страсть. Все вот это вот такое, грусть. То есть, абсолютно стандартный спектр эмоций, который ничем не выделяется от стихотворений тех же классиков. Классики о том же писали, еще до классиков о том же писали. То есть, понимаете, вот хоть один из этих критериев, если бы хоть у одного из современных поэтов был представлен ярко, так ярко, что мы сразу понимали, да, вот это уникально, вот это вот интересно, тогда бы можно было сказать, что кто-то из них достойный автор. Но, к сожалению, такого нет. Уникальный авторский стиль. Да, тоже ни у кого из современных поэтов ничего здесь перечисленного просто нет. Узнаваемость автора. Да вот возьмем стихи Даниловой, поместим ее среди стихотворений тысяч поэтов-новичков, которые могут сбивать ритм, писать жирными строками, которые просто водищу льют в текст, которые пишут рифмы кровь-любовь постоянно, и вы не найдете Стефанию Данилову там. Это неузнаваемость автора. То же самое с Серафимой Ананасовой. Берем, помещаем кучу, в тысячу, в тысячу вот этих вот одинаковых абсолютно авторов кровь-любовь. Конечно, Серафима Ананасова не рифмует, потому что она умеет рифмовать. Это единственный ее плюс на самом деле. Вот, она умеет рифмы делать интересные. Так вот, она умеет делать интересные рифмы, да, но это все. Много людей умеет делать интересные рифмы. Если среди вот тех вот ребят, которые, в общем-то, мы будем рассматривать этих новичков, у них будут, среди них будут рэперы, ну все, Серафима Ананасова опять же будет неузнаваема. Применение определенных приемов, да, также обычно поэтам несовольственны современным. Они просто делают какую-то простую попсовую дичь. Это не какие-то особые приемы интересные, просто попса. Уникальная авторская техника. Тоже никого из современных поэтов не припомню с уникальной авторской техникой. Из именно из популярных, конечно, есть множество хороших клубов поэтов, где в основном много пожилых, кстати, людей, которые занимаются непосредственно творчеством, которые малоизвестны по всей России, к сожалению. Вот, там, да, там бывают уникальные авторы, с уникальной авторской техникой даже. А среди современных поэтов, популярных, таких нет. Особый подбор слов. Современные поэты, как вы с особым подбором слов, дружите или не дружите? Как вы себя оцениваете? По-моему, нет. Ну, там, веснадцать, неудержималость и прочая чушь, это не особый подбор слов, честно говоря. Это просто странные неологизмы. Причем они не повсеместны в творчестве Стефани Даниловой, кстати. Так-то, честно говоря, у него несколько стихотворений на тему, там, неудержималости, там, какая-то там своя моя женщина, я не помню. Вот этот дурацкий стих, где там просто все одно, какая-то там неглиженщина, вот эти вот все. Ну, это бывает у нее иногда так. Но это не особый подбор слов. Ну, вот, например, меня можно узнать по философскому набору слов. Причем у меня определенный спектр терминов есть, у меня даже мой словарь есть философский, в котором написаны те термины, которые я использую и как-то их интерпретирую. Ну, вот у современных поэтов в большинстве случаев этого нет. Особый подбор тем и размышлений. Ох, остросоциалочка вот эта вот постоянно, да. Проблемы женщин, там, не знаю, проблемы шиеса, вот они, особые темы для размышлений. Но, на самом деле, в них тоже нет ничего особого, поэтому тысячи человек могли написать про шиес и все. Или про феминизм. Тысячи человек пишут сейчас. Вот в данный момент тысячи человек пишут про феминизм. И все уникально, абсолютно уникально. Вот, опять же, посмотрите. С критерием уникальности и авторского стиля, и уникальности вообще все очень просто, крайне просто, категорически просто. Хотя бы один пункт. Ну, вот хотя бы один пункт. Тема, жанр, раскрытие, техника, риторика, философские идеи, выражение эмоций, спектр эмоций, узнаваемость автора, применение определенных приемов, уникальная авторская техника, особый подбор слов, особый подбор тем и размышлений. Хоть что-то одно уже в плюс идет. Уже говорит, что вот, автор что-то сотворил, что-то новое. И поэтому с этим стоит ознакомиться. Но, к сожалению, современные поэты вот таким вот не увлекаются. Неповторимость. Кто из современных поэтов? Неповторим. Никто. Техничность. Техничность. Рифма. У Серафима Ананасова, заметим, рифма находится на уровне повыше классиков даже. В том плане, потому что, да, эпоха развития рифмы, в общем-то, в 20 веке и в 21 веке, вот рифма претерпела некоторую степень развития. И у Серафима Ананасовой вот этот вот аспект развития представлен хорошо. Все. А сама она ничего не придумала в этом, в рифмовке. Ну, я, например, тоже ничего в технике нового не придумал. Ну, это вообще не проблема. Многие поэты вообще ничего нового в технике не придумывали. Это было бы просто плюсом, если бы у кого-то было что-то свое из сопребедных поэтов. Это было бы плюс. Я бы такой посмотрел. Ха. А действительно. А таких рифм еще ни у кого и никогда не было. И это был бы плюс. Но нет. 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 Ритм у Серафима Ананасовой, например, с ритмом проблема. Она даже не понимает, что это такое, к сожалению. Жаль. Очень жаль. Ну, у большинства поэтов современных ритм есть. Ритм есть, но в нем нет ничего особенного обычно. Это не какой-то сложный ритм, не какой-то неповторимый. Обычный поэтический ритм, который может повторить любой школьник. Любой школьник, там, любой человек, окончивший филологический... Факультет. А тем более, конечно. Тем более, человек, окончивший филологический факультет. Все здесь довольно-таки просто. С особым звучанием. Ну, тоже дела обстоят здесь довольно сложно. Потому что, я не знаю, у поэтов современных, которые бы работали именно со звучанием. Со сферой звучания. Чьи бы стихи звучали как-то по-особенному. Ну, а не как какая-то подростковая чушь. Очень дешево, с точки зрения техники, современная поэзия работает. Самое лучшее, что от него и приходится ждать, ну, это ритма хорошего. Стилистика. Ошибки часто бывают. Риторика. Ошибки часто бывают у современных поэтов. Правила языка периодически нарушаются. Иногда не нарушаются. Ну, есть грамотные поэты. Действительно, грамотные и стилистичные поэты, которые умеют писать с ритмом. Вот это вот самый низкий уровень поэта, который только может себе представить на самом деле. Ну, то есть это тот уровень, на котором человек заканчивает там какую-то школу поэта, например. Есть товарищ такой, как там его зовут? Блин, я забыл, как этого старичка зовут. Вэй. Михаил Вэй. Вот. У него есть школа поэтов. Вот, если вы закончите его школу, вы будете рифмовать квадратами. У вас будет ритм стабильный. Стилистика нормальная. Ну, и правила языка вы будете соблюдать. Ну, это прям нижний порог вхождения. Если вы всё это вот не нарушаете, вы просто такая серая мышка в поэзии. Серая-серая-серая мышь среди тысяч и миллион таких серых мышей по всему миру. Да. Потрясающе. Но всё равно это хоть какие-то критерии в данном случае. Ну, при том, они, кстати, могут, опять же, нарушаться, поэтому, ну, как бы, лол. Ну, вот ты, ты овладел ритмом. А Блок плевал на ритм. Маяковский там плевал на именно такой поэтический, классический ритм. Что уж делать-то с этим? Как с этим быть? Стилистика. Может нарушаться многие поэты и классики даже. И люди приближенные к классике тоже всё это нарушали, потому что можно, можно, можно и нужно. Риторика может быть вообще очень на низком уровне, как, например, у Александра Сергеевича Пушкина. А вообще, заметьте, обратите внимание, что Александр Сергеевич Пушкин, он не очень богат на различные риторические выкрутасы. У него довольно-таки сухой стих, получается, практически всегда, особенно его зрелые стихотворения, они довольно сухие. Именно вот, в них нет вот этой риторической воды, в них мало риторической воды. Это, я даже, кстати, считаю, что это хорошо. Это один из немногих плюсов стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Но о Пушкине можем потом поговорить. Так вот. Дело в том, что, да, отсутствие риторических фигур, это может быть даже плюс иногда. Это необязательный параметр. Ну и с правилами языка то же самое. Правила языка часто могут нарушаться. Причем могут нарушаться для того, чтобы выражать более сложные мысли. Или более просто выражать те мысли, которые можно было бы выразить на этом языке сложнее. Все здесь тоже довольно просто. Правила языка могут нарушаться, особенно если это имеет какие-то цели. Систематичность. Мой любимый параметр, потому что современные поэты под него вообще обычно никак не подходят. Они напихивают всего-всего-всего, что только можно. У них ради рифма. Знаете, что такое ради рифма? Это когда человек создает целые строчки просто для того, чтобы их срифмовать с другими строчками. Кстати, относительно Александра Сергеевича Пушкина вашего. Так любил его многими. Евгений Онегин. Вы посмотрите на его, в общем-то, Онегинскую строфу. И посмотрите, какие вот он там просто микроскопические, микроскопические смыслы вкладывает в колоссальное количество текстов глав. Ну, то есть, Онегин приехал к дяде. Вот предложение. Чтобы Пушкину рассказать об этом в Онегинской строфе, ему приходится просто лить воду большую. Просто очень много воды, чтобы уместить вот это вот предложение и осмысленно как-то его изобразить. Да, вот это ради рифма называется. Там даже ради ритма. Ради ритма и ради рифма. А у большинства поэтов всё ещё хуже, потому что у Пушкина хотя бы всё это связано получается. У него просто водища больше стало ради рифма и ради ритма. А у большинства людей получается, что просто какие-то внезапные строчки. Внезапные строчки типа «Он вошёл в меня как варит». Внезапно просто. Ты сидишь в стихотворении романтическое, читаешь там, да. Там девушка, в общем-то, рассуждает о том, как парни по ней грустят. Да, ты тупый. Так вот. И вдруг он вошёл в неё как варит. Причём никаких намёков стилистических не было, что кто-то в кого-то там войдёт. И это будет как варит почему-то. Ну вот, бывают такие нарушения логики, нарушения связи. Особенно ради рифмы. Да. Ну всё. Я думаю, итоги мы подвели. Критерии мы уже обосновали. Посмотрели, какие они должны быть. Что вообще с поэзией. Как я лично её оцениваю. Как я к ней отношусь. Для меня очень важно, кстати, лично для меня, лично для меня. Не для всех оценщиков поэзии. Для меня важна уникальность философской идеи. То есть я как бы поэт и одновременно философ. У меня есть своё учение. Поэтому вот моё достижение в поэзии, на мой взгляд, это вот уникальность философской идеи. Я разрабатываю философскую идею внутри поэзии. Соответственно, с этим выбираю новые темы, новые раскрытия. И, ну, с риторическими фигурами у меня, например, не так всё хорошо. Я в этой, например, признаю. Много у кого нехорошо. Ну, всё равно, ну, как бы, хоть что-то должно быть. Хоть в чём-то автор, в чём-то автор, претендующий на какое-то, в общем-то, признание, должен хоть в чём-то из этого быть асом. Мастером. Всё. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Читайте хорошую поэзию. Нет, читайте всех современных поэтов, которых я разбираю. Пожалуйста. Это очень плохие авторы, это очень некачественные, это авторы-новички. Я прочитал тысячи и вообще тысячи таких авторов прочитал за всю свою жизнь. Я оценивал стихотворения на различных конкурсах в интернете в том числе. И я знаю, что такое плохая поэзия, что такое хорошая поэзия. По крайней мере, по своему ощущению, по своим критериям, по своей логике я могу его отделить. Очень плохой, очень пошлый, крайне неинтересный стих от стихотворения, заслуживающего более-менее внимания. Всё. Восьмикратно с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok